Откуда появилась эта женщина? Мы говорим, ну мы, нам, что такое нам? Видимо, что-то куда-то идти, не знаю. Потом через какое-то время выходит заспанная, заспанная такая администраторша, и не знает, ну что вы такое спросите, вот что вы. Я говорю, ну, в общем, приперлись. И смотрит, ничего уже, казалось бы, ну уже все. Я говорю, а ты что на полу стоишь-то? Я говорю, где надо стоять? А пол только что помыли. Я говорю, что теперь делать? Ползи вокруг по плинтусу. Тихонечко так по плинтусу, и на коврик встал, чтобы уже все нормально уже упустили. Куда ты встал? Это не коврик. Это мы дыру в полу закрыли, а нас насквозь уходят люди туда и проваливаются. Я к лифту иду. Лифт уже не работает год, застрял между пятым и шестым этажом. А слышь там, выпустите нас от Су-2. Я говорю, там же люди. Да какие люди? Это группа народного контроля из Архангельска. Да, душем будешь пользоваться? Я говорю, да. Вниз, на цокольный этаж, направо. Там в углу шланг валяется. Крикнешь Федору, он обольет. Телефон в гостинице работает только у тебя в номере. Поэтому дверь не закрывайся, я буду звонить с твоего номера. Ты у нас до которого числа? Я говорю, до шестого. Все, после шестого ты уже не жилец. Ну вот эта вот женщина. И натолкнула меня на мысль о том, что все женщины, работающие в сфере обслуживания, чем-то тогда были похожи друг на друга.